привет друзья я рад видеть вас в добром здравии после новогодних праздников сегодня 4 января приехали мы на пасеку посмотреть как чувствуют себя пчелки проверить наличие кормов мы будем проходить сегодня всю пасеку проверять наличие кормов вместе со мной посмотрите ряд ульев несколько я еще ни в один не заглядывал и вот начнем снизу с первых ульев и пойдем по наверх потом пасеку часть пасеки пакетные ульи на продажу проверять тоже наличие кормов проверим с вами на то как у нас хранятся сотовые запасы что у нас там делают мыши съели отраву или нет синицы что делают в синиц мы уже покормили семечек привезли килограмма два насыпали но это хорошо кстати отвлекает от ульев от пчелок но тут не только синицу ты поползни и воробьи очень короче все птицы здесь у нас вот ну поэтому давайте начнем потихоньку прошла уже половина зимовки поэтому мы смотрим сейчас на корма половина зимовки у нас за плечами все хорошо но погода вы видите какая у нас стоит снега в этом январе у нас я даже еще ни разу не чистил здесь на пасеке услышу что будят вот нас пчелки на улице 0 градусов самая низкая температура была у нас минус 5 вижу что клуб находится здесь здесь строчку посмотрим наличие кормов до корма все есть клуб не дошел еще даже до середины поэтому все в порядке ну и вот в том же духе мы будем как видите не плесени не сырости ничего нет подмора прямо совсем чуть-чуть потому что я сделал вот этих лежаках я осенью все переделал сделал сетчатые дунья поэтому будем зимовать только в этом только в этом варианте очень понравился нам тоже не видим ни признаков не сырости ничего сейчас посмотрим нас от тули вот здесь мы смотрим наличие кормов корма здесь у нас все в порядке видим что пчел и на середине нет туль нас особенно у нас уже второй год уходит и зимует задней стеночки я даже удивился что в принципе мы здесь матку поменяли в этом улье в этой семье но тем не менее пчелы вот опять же смотрите где клуб находится это спокойно клуб зимует вот видите но зимует он у задней стенки почему это происходит я понять не могу поэтому я смотрю еще немного наверное недельку и положу им сюда килограммчик candy знаете береженого бог бережет все улья которые надо кормить мы записываем соответственно уже по записям кормим вот видим здесь чуть-чуть конденсата выступила эта крышка сделана из крышки холодильника но подушка сухая чуть-чуть где влага есть прямо чуть-чуть на подушке посмотрим как нас себя чувствуют здесь пчелки вот клуб тоже до середины он не дошел на наличие кормов все корма здесь есть и он вот он этот клуб большой ведь он на середине уже значит надо будет его повнимательней смотреть ну в общем ребят в общем в этом духе мы и пойдем сейчас осматривать всю пасеку потом пока ну вам половину той пасеки мы будем проходить с нами посмотрите загляните в наше сотохранилище наш пчельник ну и дальше ребят пришли этим ульям в эти улья не лазил с сентября как у них очень удобно вот с этими крышками и переделаю все как вот эти открывающиеся а петли посажу вот видите здесь чуть-чуть подмура открытое дно сейчас мы посмотрим свою страну у нас пчелки устроились на зимовку корм у них есть а сейчас с той стороны посмотрим вот наши пчелки чувствуют себя замечательно все улочки заняты клубом но я заметил по прошлым годам по зимовке на открытых донях что с открытыми донями вроде бы должно быть по идее холоднее в улье но семья потребляет прямо в разы меньше корма это прямо заметно то есть вот сейчас мы прошли эту пасеку и только два улья так на всякий случай я отметил чтобы положить килограмм каньте тоже сформировались они если там у нас юг с западной стороны пчелки вот с этой стороны ребят не буду я показывать но здесь они некоторые семьи достаточно так беспокойно себя ведут потому что у нас условия зимовки непривычные у нас стал теперь какая-то европейская зима и снега совсем если в прошлом году снега была я замучился чистить в этом году прямо нет у меня некоторые на теплый занос а некоторые я оставил на холодном заносе вот видно что у нас челки спокойно себя чувствуют и еще не дошли даже до середины я думаю что все в состоянии вот этого куска пасеки будет примерно одинаково так что сейчас мы с вами пойдем сходим посмотрим сотухранилище и как чувствуете там соты торговые рамки что там ребят посмотрели эту пасеку очень все семьи живы определил я пять семей которые но на всякий случай положу candy а сейчас мы пришли к нам пчельник эти у меня кошечки здесь и на зиму чуть-чуть приоткрываю чтобы все таки тоже была вентиляция небольшая заглянем воюем мы с мышами здесь конечно откладываем охраны всякой очень борется как можем у нас пчельники так у нас рамочки наверху плесень я не вижу посмотрим как у нас хранятся перговые рамки мы перговые рамки храним в таких армейских ящиках но у меня есть отдельное видео и просыпаем сахарной пудрой вкусно даже признаков плесени нет никаких ну рамочку посмотрим то что белое это все с посыпано сахарной пудрой все в порядке рамочки перговые на весну у нас есть хорошо в этом году у нас рамочки все сухие был один год они у нас тут прямо все заплакали прямо с них вода текла так вот и плесень ничего не вижу я все очень хорошо и очень сухо у мышей отравы еще есть обычно если мышь начинает грызть то здесь все засыпано прямо остатками рамок восковая крошка так что здесь у нас порядке этот для мышек у нас отрава еще не все съели ну значит пока выигрываем в этой борьбе ну в общем вот так друзья будем надеяться что снега больше у нас тоннами не выпадет еще раз всех поздравляю с прошедшим новым годом 2020 и поздравляю уже с грядущим наступающим рождеством христовым все но я думаю что до этого я еще какой-нибудь видео сниму все ребят всем пока ради вас видеть до свидания